13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области Фёдор Сураев. Фёдор, добрый день. Здравствуйте. Итак, на днях глава администрации Илья Шульгин, это было в субботу, проверил, как ведутся работы по благоустройству в Кочеровском парке. Там была очень странная ситуация. Оказывается, ливнёвку, которую должны были в этом году заложить, поскольку поплыл парк в прошлом году. Вы помните, там больше 40 миллионов, чуть не под 50 потратили на парк, ещё там несколько десятков должны были потратить в этом году. Поплыл, потому что не было ливнёвки. Так вот, он пришёл в субботу в Шульгин, там большая компания собралась, а проектировщики не смогли даже, подрядчики не смогли даже показать на месте, в каких именно местах парка будут установлены лотки для приёма воды. И на карте, которую развернули, проект, который до сих пор экспертиза не прошёл, едва-едва смог найти те места, где должна быть ливнёвка. Так вот пишут в СМИ, в том числе на нашем сайте есть новость. Шульгин сказал следующее. Слова про следующую неделю, вот на этой неделе должны были начаться работы. Слова про следующую неделю я слышу уже несколько месяцев. На следующей неделе наступает ноябрь, все работы, которые здесь планируются объективно, требуют не менее месяца, а конец ноября это уже полноценная зима. Там снега по колену может выпасть. Вы в снег собираетесь ливнёвку прокладывать и асфальт восстанавливать, спрашиваете эти минуты? Тратить бюджетные деньги таким варварским способом, только ради того, чтобы освоить их, я не позволю. Таким образом делают выводы СМИ. Эти работы будут выполнены уже в следующем году. А значит, эти деньги напоминают, что эта программа комфортная городская среда, вернутся в федеральный бюджет и нужно будет их снова получать. Как Вы думаете, кто здесь прав? Всё-таки требуется любыми способами за ноябрь эти деньги всё-таки освоить и что-то сделать, чтобы они не вернулись в федеральный центр? Или прав Шульгин, который говорит, что если не смогли, то деньги надо возвращать и стараться в следующем году? Я думаю, прав, наверное, всё-таки глава администрации города, потому что в таких условиях проводить, конечно, земляные работы, ну, мягко скажем, не очень хорошо. А если жёстко, скажем, как это выглядит? Ну, не проводятся земляные работы в ноябре уже. То есть все земляные работы должны до ноября быть проведены. Если такого не случилось, соответственно, они должны быть принесены на следующий сезон, когда сойдёт снег. Вот насколько типична для нас эта ситуация, когда подрядчики, не проектировщики, не строительные работы подрядчики, которые производят, не смогли за год выполнить свои обязательства? Ну, такие случаи, я думаю, не единичные. В таких ситуациях, я считаю, нужно увеличивать контроль со стороны заказчика, со стороны администрации и применять какие-то более жёсткие санкции подрядчикам, которые не выполнили работу, которые заявляли. Ну, кстати говоря, это тоже всё касается устройства города, это всё касается урбанистики. У нас на прошлой неделе прошёл первый в Кировской области урбанистический форум. Наши слушатели хорошо уже знакомы с этим термином. Урбанистика – это устойчивое развитие городских территорий. Наука об этом. И я вам посылала, вас не было на форуме, но я вам посылала множество ссылок и на материалы, которые вышли по итогам, и на видео, которые размещены на сайте урбанистического форума. Практически каждая сессия, которая там проходила, записана, и у нас есть возможность у слушателей тоже их отсмотреть. Что-то удалось посмотреть? Что зацепило? Ну, мне понравился, в принципе, проект по освоению агрогазосора, то, что хотят сделать центром притяжения жителей города. В принципе, вот этот проект понравился. Проект по освоению малых рек, не знаю, вызывает у меня лично небольшие сомнения. В связи с чем? Ну, в связи с их географическим расположением. То есть, нет, к сожалению, там жилой застройки в ближайшем, так скажем, шаговой доступности. Вот там промзоны идут. Да что вы, Фёдор, у нас Илюльченко и Хлыновка пересекают город вдоль и поперёк, и вдоль этих рек огромное количество жилой застройки и микрорайонов от начала до конца. Да. Больше 24 километров одна только Илюльченко длится по городу. От, допустим, от улицы Московской до улицы Воровского, допустим, и там вообще нет жилы. Это маленький кусочек по солнечному проезду вы имеете в виду? Да. Всего-то 24 километра и есть плотно застроенные районы. Ну, вот в некоторых частях, я так думаю, что не будет пользоваться такой популярностью там, где жилые комплексы прилегают плотно к этим территориям. Я думаю, что вполне будет успешно реализован от проекта. Угу. И? И? Проекты вас привлекают. Есть ли какие-то сомнения, кроме того, что вы говорите, у рек есть большое количество участков с промзонами? Еще какие, может быть, сомнения у вас возникают, когда вы рассматриваете эти проекты? Потому что большие блоки были посвящены транспортной системе города Кирова. Вот. По транспортной системе вызывают небольшие сомнения у нас. У меня это организация выделенных полос на улице города, потому как проезжие части и так не очень широкие, а в зимнее время они еще сильнее сужаются, и выделить какие-то дополнительные, ну, выделенные полосы для общественного транспорта, я считаю, будет очень проблематично. Вот. Это возможно, наверное, только на четырех, наверное, улицах самых широких у нас в городе. Вот. А на остальных улицах это просто физически невозможно, потому что город планировался, так скажем, в давние времена. Вот. И движение транспорта тогда было совершенно другое. Но ваши мысли совершенно совпадают с мыслями проектировщиков, которые сейчас занимаются нашей дорожной сетью. Именно так и планируется на самых широких улицах. А как вы относитесь к истории с Октябрьским проспектом? Потому что она просто развивается за последний месяц какими-то скачкообразными совершенно движениями. То у нас поставили желтые заборы, заботясь о нашей безопасности. О безопасности только я не знаю кого, то ли автомобилистов, то ли пешеходов. То были заявления ГИБДД, что кировчане не против вырубить вообще всю аллею и расширить, сделать большой, там, видимо, хайвей. Потом последовало заявление Илью Шульгина на этом же урбанистическом форуме, что он не позволит вырубить эту аллею. И считает, что зеленый каркас города как раз на эту аллею опирается. И предположил, что при правильном проектировании и подходе зеленая аллея Октябрьского проспекта как раз вольется скелетом в зеленую зону с оврагами, набережной и так дальше. Ваши отношения к этому? Я также считаю, что вот эту зону аллею нужно оставить, потому что она уже вписалась в исторический облик нашего города. И лишать кировчан возможности прогуляться по центральному проспекту города, там, в окружении деревьев, я думаю, не есть хорошая идея. Поэтому я бы все-таки оставил зеленую эту зону в центре города. Как можно развивать, это нужно, конечно, подумать. И совместно с ГИБДД понятно, что для них отсутствие пешеходных переходов на каждой из улиц, пересекающих Октябрьский проспект, это есть большая проблема, головная боль. Для них проще было бы, чтобы этого не было. Поэтому, может быть, они так высказали такое мнение. Я не думаю, что они действительно опрашивали жителей нашего города и проводили какие-то соцопросы. Вот мы опрашивали, у нас проголосовало огромное количество людей, несколько сотен, и практически все были против. Ну, конечно, конечно. Общественное мнение, я думаю, тоже за сохранение вот этой прогулочной зоны. Так. Скажите, вот, Федор, я вас уже, мы полгода встречаемся в этой студии, все время склоняясь к тому, что надо бы погружаться в какие-то городские проекты. Но никак не выходит. Вот сейчас до эфира мы с вами тоже поговорили, вы сказали, что очень много работы на своем непосредственном предприятии. Но, тем не менее, вот представьте себе, сложилась ситуация, вот, как с желтыми заборами. Завтра выходит на Октябрьский проспект техника и вырубает деревья. И город заявляет, что мы будем, значит, убирать аллею, делать проезжую часть и парковки. Что вы будете делать в этой ситуации? Вы лично, Федор Сураев, депутат УЗС. Я лично, ну, не знаю, возможно... Примите это решение города или вы выйдете там на улицу? Ну, возможно, попытаюсь организовать какое-то протестное движение, там, заинвестировать какой-нибудь митинг или пикет и выйти на улицы города с протестами. Просто вы очень спокойный человек. Вас ни одной провокации не собьешь даже в эфире, хотя особое мнение подразумевает, что мы немножко провоцируем наших слушателей. Поэтому я и задаю такой вопрос, насколько серьезно вас задевает эта история, чтобы понять, проходит это мимо, вот так, ну, решили-решили или нет, вы все-таки готовы отстаивать? Нет, меня проблемы города, конечно же, задевают, но я считаю, что каждый человек должен, так скажем, заниматься своим делом. Вот, и вопросы по, там, организации какого-то пространства городского, то это все вопросы больше городской администрации и депутатам городской думы, наверное, потому что депутаты законодательного собрания тратят очень много своего времени на, так скажем, законотворчество и обсуждение различных законопроектов, как местных, так и федеральных. Поэтому, к сожалению, не остается свободного времени у меня на решение каких-то городских проблем. Я должна вам сказать, что Владимир Васильевич Быков, председатель областного законодательного собрания, открывая, в числе прочих, открывая урбанистический форум, сказал следующее, что депутаты ОЗС готовы участвовать в изменении городской среды посредственно своей работы прямой, то есть изменения регионального законодательства. Так что у вас, как у депутата ОЗС, в ближайшее время вполне может появиться забота и работа, касающаяся городской среды. Я, конечно же, приму активное участие в обсуждении подобных законопроектов и, думаю, будем наносить свои поправки. Продолжение следует... Есть активное внедрение не с 1 января 2019 года, а еще позже, но подтверждений пока этому не было. Тем не менее, на уровне региона обсуждается сразу два факта. Во-первых, обсуждается возможное возникновение проблем с платежами. Муниципалитетам предлагают полномочия по обращению с отходами, однако вопрос о финансировании этих работ пока не решен, то есть как это будет все оплачивать, чтобы муниципалитеты это все контролировали. И в связи с этим, с тем, что не отработана эта схема, могут возникнуть проблемы с платежами. Как вы к такой позиции относитесь? Ситуация действительно непонятная. Хотят передать муниципалитетам определенные обязанности по сбору мусора, но при этом не выделяют на это финансирование. Конечно, ситуация не очень хорошая. Хотя представитель профильного министерства на заседании сообщил о том, что средства подсчитываются для того, чтобы представить их в Минфин для постановки вопросов о выделении этих средств из областного бюджета. Поэтому, якобы, работа проводится по этому направлению. И как только будут сделаны расчеты, значит, будет обращение в Министерство финансов и будет вопрос решаться о предоставлении средств для организации мест для сбора мусора. В константинстве Чехин, член общественной палаты здесь в нашем эфире, еще несколько проблем с мусором обозначил. В частности, он сказал, что кировчан может вызвать раздражение появление суммы за утилизацию бытовых отходов в квитанции за электричество. Из-за этого заплатить отдельно за свет они не смогут. И это может тоже явиться проблемой. Вы здесь проблему видите? Ну, на мой взгляд, в этом случае проблемы нет. То есть, в какой квитанции будет этот счет, мне кажется, не очень принципиально. То есть, будет он либо в общем счете за коммунальные услуги, либо за электроэнергию. Какая разница, если его нужно платить в любом случае. На мой взгляд, проблемы нет. Когда был определен региональный оператор, мы здесь в программе «Урбан» разговаривали с Михаилом Шиховым, представителем САХА. И он же имеет отношение к Куприту, который является у нас сейчас региональным оператором. И рассуждали на тему того, что в конце концов должны увидеть кировчане. Вот какие существенные изменения после того, как так повысится серьезно плата за утилизацию бытовых отходов. Мы говорили, например, хотя бы о контейнерных площадках, что вот если я плачу больше в этот день, я хочу выйти и сейчас увидеть хоть какие-то изменения. А нам тут говорят, что сортировки мусора не будет, переработки мусора не будет, с открытием полигона проблемы. Тариф повышается. И контейнерные площадки мы с вами за два месяца предыдущих видели в каком состоянии. Они раньше-то были не ахтей, а здесь-то и вовсе. Как вы думаете, кто этим должен заняться и нужно ли этим заниматься прямо сейчас? Или мы будем ждать, когда кировчане начнут платить больше и дальше уже рассуждать на тему того, о каких существенных подвижек мы достигаем? Мне тоже кажется, что существенных изменений с первого января мы не увидим. И в ближайшем будущем, наверное, тоже. Потому что проектов по переработке мусора таких готовых на данный момент нет. Инвесторов данная тематика не так сильно интересует, потому что нет каких-то государственных программ и поддержки, хотя бы по снижению энергозатрата. Если такого не будет, то все эти проекты просто экономически невыгодны. Поэтому частному бизнесу неинтересно вкладывать в это свои средства. Пока не будет у нас разработана государственная поддержка на эту тематику, я думаю, с мертвой точки это дело не сдвинется. А почему у нас все всегда опирается в государственную поддержку? Представители правительства то же самое говорили, что нет инструментов, мотивирующих частного инвестора вкладывать деньги в мусоропереработку. Одновременно они говорили, что лет через пять, когда наши полигоны заработают, новая схема отработается, глядишь, появится программа, мы получим федеральную субсидию. То есть все отношение к мусорной реформе и к изменению в сфере обращения с отходами всегда направлено на федерацию, всегда деньги из бюджета. При этом Алла Викторовна Албегова, министр экологии и природопользования, сказала, что обращались инвесторы с деньгами построить мусоропереработку, но бизнес-планов не представили. Поэтому это все прожекты. Это очень интересная история. Мы все время ждем, что федерация нам спустит, видимо, и бизнес-план, и деньги, и при этом будет задействован тот же самый оператор, вероятно, он и будет строить. А люди, которые есть, а не говорят, что нет инвесторов, они, оказывается, есть, вот с ними поработать в этом направлении, почему-то никто не спешит. Почему? Ну, инвесторы, которые приходят без конкретного бизнес-плана, да, ну, я бы таких инвесторов отнес категории сомнительных, потому что у людей нет понимания, сколько они потратят, да, сколько они заработают. К вам приходят люди с деньгами, вот у нас постоянная проблема в регионе и в городе, говорят, сюда деньги не идут, инвесторы не идут. Приходят люди с деньгами, вот есть у них деньги, хотят поучаствовать в проектах в регионе или в городе, а вы им говорите, не, не нужны нам ваши деньги, вы нам сначала бизнес-план, вы докажите, что ваши же деньги будут здесь работать. А пока не представите, гуляйте, почему мы не берем их сразу под белые рученьки и не ведем к нашим проектам, почему мы не готовы принять деньги и направить в нужное русло? Ну, не факт, что это люди пришли сразу с деньгами, которые готовы здесь их потратить, да, может быть, просто пришли с идеями и сказали, что вот давайте мы тут сделаем... То есть у нас догадки сейчас сплошные. Да, сплошные. Вы никогда не видели этих инвесторов? Я этих людей не видел, да, то есть... А вот Алла Викторовна Албегова видела. Она видела, да, если она говорит, что это скорее прожекты, то есть прожигаемые деньги... А как может министр экологии оценивать прожект или не прожект по бизнес-плану? Меня удивляет только одно, Федор, понимаете? Вот все сгрузили сейчас на Министерство экологии и природопользования. Ведь бизнес-план касается совершенно других ведомств. У нас куча людей занимается развитием предпринимательства в Кировской области, привлечением инвестиций в Кировской области. Министры промышленности у нас есть, министры ЖКХ и строительства. Но не они делают эти заявления, а министр экологии. Вас не настораживает эта история? Ну, в принципе, нет, потому что это действительно деятельность подведомственного Министерства экологии. Разве они могут оценивать бизнес-планы? И экономику проекта? Я думаю, там идет у них совместная работа в правительстве. Вы думаете или вы знаете? Нет, мне так кажется. Я не работаю сам в правительстве, поэтому могу только догадываться, как это все там устроено. Но мне кажется, что если есть какие-то конкретные проекты, то могут привлекаться специалисты из других министерств, ведомств. То есть, в принципе, работа внутри госструктуры должна быть налажена, я так считаю. И вторая часть моего вопроса касалась постоянного ожидания федеральных директив и денег. Вот если федерация спустит субсидии и бизнес-план по строительству мусор-переработки сделает, Вас не настораживает эта история, что никак все-таки не развивается частный сектор, раз. И второе, что эти деньги снова не пойдут к монополистам, например. Или это наоборот хорошо, что тот же САХ и тот же Куприд, который сейчас монополизирует отрасль по хранению отходов, тоже будет строить переработку. Это хорошо или плохо в условиях нашей экономики? Я считаю, что это не очень хорошо. Во-первых, у этих предприятий нет опыта в мусоропереработке. Ни у кого нет опыта в нашей стране. Значит, нужно привлекать инвесторов с опытом из других стран. Выход в этом, я считаю. Потому что, если людей без опыта в какой-то работе, в какой-то сфере привлекаются к выполнению работ, соответственно, есть большая вероятность о допущении множества ошибок. Чего на самом деле не хотелось бы. Потому что во многом средства могут быть и частные инвестиции, могут быть и федеральные деньги. Поэтому хотелось бы сразу исполнение всех тех обязательств, которые берет на себя реализатор этого проекта. Да, сейчас мы с вами перейдем к следующему вопросу. Здесь, в этой студии на прошлой неделе, в понедельник был уполномоченный по правам предпринимателей Кировской области Владислав Попов. И он сделал следующее заявление. Он сказал, что в Кировской области в ближайшее время появится порядка 50 бизнес-омбудсменов. Будут бизнес-омбудсмены, которые привязаны к территориям, то есть в конкретных районах. И будут бизнес-омбудсмены, которые занимаются конкретными отраслями бизнеса. Как он мотивировал свое решение и свой проект, который он защищал, оказывается, именно эту схему перед губернатором, когда были у нас выборы бизнес-омбудсмены. Он сказал, что его на всю область не хватит, что люди на местах лучше знают ситуацию и эффективнее будут работать. Как вам эта идея? Ну, не знаю. На мой взгляд, идея какая-то сомнительная. Потому что вообще непонятно, чем занимается сам обдустмен этот бизнес. Вы с ним, как человек, который бизнеса непосредственно касается, занимается им, сталкивались когда-нибудь? Я с ним сталкивался, да. Перед назначением его должности мы с ним встречались, общались. В общем-то, понятно было там его уровень, желание чем-то заниматься. Но по факту, конкретно, если оценивать деятельность этой должности, я на самом деле не вижу каких-то положительных, так скажем, последствий этой деятельности. То есть, если говорить об эффективности, то давайте каким-то показателем оценивать подобную деятельность. И тогда уже будем делать выводы, нужна она там в районах или нужна, не знаю, на мой взгляд. Вот, в принципе, если у человека не так много полномочий, ну, вообще для решения каких-то, так скажем, тех или иных вопросов, то, в принципе, ни одного достаточно, я считаю. Ну, а зачем тогда всё вот это? Зачем нам деятельность бизнес-инбудсмена и даже 50 бизнес-инбудсменов? Мотивация какой-нибудь? 50, я не знаю зачем. Ну, кстати, он приводил пример Нижнего Новгорода, там больше 80 бизнес-инбудсменов. Я вижу, вам трудно отвечать на этот вопрос, потому что почему? Не знаю, не знаю. Я не знаю, чем они занимаются на самом деле. Мне вот интересно, чем они занимаются. Пусть предоставят отчёты о своей деятельности. Я бы с удовольствием ознакомился с подобными отчётами. На заседании ОЗС, например. Ведь она направлена на защиту и развитие малого и среднего в основном предпринимательства. Потому что крупному бизнесу, в общем, такая защита не очень нужна. Он и так умеет лоббировать свои интересы. Ну, не всегда. Не всегда получается. Прервемся на полминуты. Это особое мнение Фёдора Сураева. У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает депутат Законодательного собрания области Фёдор Сураев. 25 октября, в минувший четверг, прошло очередное заседание Заксобрания. В этом активно выступали. И, в частности, был представлен проект федерального закона о наследовании страховой части пенсии. Справедливороссы его выдвигали. И, насколько я понимаю, вам было отказано в рассмотрении этого проекта. Хотя о наследовании страховой части пенсии люди сразу заговорили после пенсионной реформы. Потому что я правильно понимаю, что мы всё время страховую часть накапливаем, накапливаем, за неё платим, платим, платим. Потом, если человек ею не воспользовался, умер, например, то всё в пользу государства, что называется. Да, и вот этот вопрос как раз стал актуальным после повышения пенсионного возраста. И вот коллеги наши из партии «Справедливая Россия» вынесли его в Государственную Думу и направили в регионы. Мы также пытались обсудить этот законопроект у нас на Заксобрании. Но, к сожалению, нам отказали. И, я считаю, по формальным признакам, то есть там было заключение правового управления. И Владимир Васильевич написал... Быков, председатель Заксобрания. Да, написал отказ от включения в повестку дня на рассмотрение Заксобрания этого вопроса. На мой взгляд, вопрос очень актуальный, потому что, действительно, мы всю жизнь работаем, платим. Работодатель за нас отчисляет страховую часть нашей пенсии, которая впоследствии может достаться пенсионному фонду. Я считаю, это не совсем справедливо. Но, так скажем, «Единой России» считают немножко по-другому. Там говорят о том, что у нас пенсионная реформа основана на принципах солидарности поколений. То есть сейчас те поколения, которые уплачивают страховые износы, идут на выплату пенсии ныне живущим пенсионерам. А потом, то есть им пенсию будут обеспечивать следующее поколение, которое будет в тот момент работать. То есть непонятно, конечно, сколько просуществует вообще эта пенсионная система. И, ну, получат ли люди свою пенсию, там, когда им исполнится 65 лет, многие, может быть, не доживут до этого возраста. И вопрос о наследовании, я считаю, актуальным. И, в принципе, можно было его, как минимум, рассмотреть. Но, к сожалению, решили по-другому. А с какой формулировкой? Отказать в рассмотрении или с просьбой доработать документы и что вообще? Нет, просто отказать. Просто отказать в рассмотрении из-за несоответствия федеральным законам. Но многие новые федеральные законы, не соответствующие действующим федеральным законам, они для того и вносятся, чтобы внести изменения в другие федеральные законы. Поэтому я считаю, что отказ был такой, чисто формальный. Что вы будете делать дальше? Ну, дальше этот законопроект будет рассмотрен в Госдуме на ближайшие сессии. То есть Госдума приняла к рассмотрению? Ну, конечно, да. Госдума будет рассматривать, просто от нашего региона никакого отзыва на этот законопроект не будет. Потому что мы его не рассмотрели. А вы знаете обстановку в других регионах? Там рассматривали в законодательных собраниях? Не отслеживала, если честно. Когда там ближайшие заседания Госдумы? Когда? В этом году будут рассматривать или в следующем уже? Нет, в этом. В этом году уже будут рассматривать. А от Кировской области отзыва не будет никакого? Не будет. Поскольку не приняли к рассмотрению. Понятно. Еще поговорим про заседание ОЗС, которое было вот в этом месяце, в четверг, в минувший 25 числа. Там был вопрос по Победилову. Вы его тоже задавали, этот вопрос. Он касался того, что не стоит ли прекратить датировать Победилову. Спрашивали вы министра финансов региона Ларису Маковееву. Она заявила, что аэропорты не могут функционировать без поддержки из бюджета. Вам в ответ она заявила. Она и добавила, что в других регионах страны ситуация точно такая же. В этом году 53 миллиона улучшила в виде датации. Собственно, после этого ваш вопрос и последовал. Насколько вы этим ответом удовлетворены? И какова ваша позиция победила? Моя позиция не то, чтобы давайте прекратим финансирование, закроем аэропорт. Нет. Моя позиция в том, чтобы узнать, когда закончится это финансирование. То есть, есть ли какой-то проект по выходу на самообеспечение. Потому что у предыдущего, так скажем, предыдущего руководства Кировской областью этот проект был. И нам обещали, что в 2018 году выйдем в ноль. В 2019 году аэропорт начнет работать в плюс. Но пришла новая администрация. Мы отказались от блоков Старопобеды и имеем то, что имеем. То есть, за последние три года, в 2016 году не было субсидий из областного бюджета. В 2017 году была субсидия 28 миллионов. В этом году мы заплатили уже 53 миллиона. То есть, более 81 миллион мы заплатили за последние два года. А какой у нас план вопрос? Да, какой план, что дальше? А на самом деле ситуация только ухудшается. То есть, пассажиропоток сократился в два раза. Цены на билеты увеличились от минимума четырех до двенадцати раз. То есть, если раньше можно было в Москву улететь за две тысячи рублей, если купить заранее билет, то сейчас минимум чем за восемь. Но сейчас победа вернулась. Я видела, что есть билеты даже по полторы тысячи. Вот, да. Победа вернулась спустя два года. Но за эти два года кто-то должен принять на себя ответственность о неправильном решении. Эту ответственность Чурин принял. Он здесь в этом эфире сказал, что это была наша ошибка. Он единственный, кстати, сказал, что это была наша ошибка. Молодец, что принял на себя ответственность. Надо понимать, что цена этой ошибки это 81 миллион бюджетных средств. И увеличена в разы стоимость билетов для жителей нашего города. То есть, ну вот. Хотелось бы увидеть план. Да. Хотелось бы увидеть план выхода из этой ситуации. Вот. А вы говорите. Видите, даже целые аэропорты без планов работают. Не то, что приходящие инвесторы. Так, хорошо. Будете следить за этой ситуацией. Конечно. По аэропорту. Мупы еще. А надо ли их ликвидировать? Вот вопрос, который обсуждают тоже уже на протяжении пары недель здесь и в городе, и на уровне ОЗС. Согласны ли вы с тем, что МУПы являются каналом для обхода законодательства о закупках и для слива муниципального имущества коммерческим структурам, как говорил вице-спикер ОЗС Роман Титов? Ну, на мой взгляд, ситуация с МУПами, конечно, неоднозначная, потому что есть некоторые сферы деятельности, в которых без МУПов на сегодняшний день в текущей ситуации, я считаю, обойтись невозможно. Это, допустим, сфера пассажирских перевозок и сфера ЖКХ, потому что в муниципальных образованиях ситуация в этих двух сферах очень непростая. Частные инвесторы идти туда не хотят, потому что тарифы регулируются государством. Тарифы, соответственно, повышать нельзя. То есть перевозки становятся нерентабельными, там обеспечение теплоснабжением, там электроснабжением становится нерентабельным. Поэтому создание МУПов единственный, так скажем, выход из сложившейся ситуации. А если они будут ликвидированы, то есть вопрос возникает, каким образом будут списаны их долги. Потому что надо понимать, что перед ресурсоснабжающими компаниями у МУПов очень высокие долги. Каким образом они будут списаны и далее, как будет построена, выстроена работа вообще в принципе. То есть надо понимать, куда мы идем вообще. Либо мы регулируем тарифы и, так скажем, содержим компании, которые заведомо убыточные. Либо мы отпускаем тарифы и привлекаем частных инвесторов, которые, соответственно, дальше тарифы будут регулировать рынок. То есть надо четко понимать. А если мы хотим регулировать тарифы, но привлечь частные компании, ну это, так скажем, невозможно в сложившейся ситуации. Понятно. И у нас осталось буквально полторы минуты подумать о праздниках. Город представил новогодний бренд-бук. Там прописаны рекомендации по украшению парков, улиц, сквер, площадей и так далее. Но всех, конечно, интересует театральная площадь. И вот мы видим, что используются элементы дымковской игрушки, кукарского кружева. И вообще такая вот картинка, она практически всеми СМИ. Плепон, даже скамеечки мы здесь видим. Как-то очень концептуально и даже необычно. Вот на мой взгляд, для Кирова у нас как раз традиционная такая история. Может быть, только в этом году, кстати, вот когда с театральной начали темы, мы немножко осовременились. А так-то у нас все там с Деда Мороза, Снегурки и Излушки были. Видели ли вы эту концепцию? Нравится ли она вам? И куда городу двигаться в празднование Нового года вообще, на ваш взгляд, нужно? Ну, концепцию я видел. В принципе, я думаю, нормально. Тут, наверное, больше мнения надо у детей спрашивать, потому что это... Что ж, почему только у детей? Мы тоже люди, я люблю Новый год. Мы тоже люди, да, любим Новый год. Но вот в новогодние праздники театральная площадь там служит, так скажем, местом протяжения множества детей. То есть, это вот все там ледяные горки и другие аттракционные, все вот эти ледяные скульптуры. Это больше, наверное, все-таки, так скажем, такой центр семейного досуга и досуга с детьми. Ну, хорошо бы социальные исследования провести, да? Вы это имеете в виду? Если спрашивать у детей, это же социальные исследования. Ну, спрашивать у детей... Можно, конечно, и поспрашивать, просто какие выводы потом дальше из этого делать, сложно сказать. Я думаю, главное, чтобы не одинаково каждый год было. Главное, чтобы было что-то разное и людям будет интересно. Смотрите, у нас будет новшество. На улице с Паской будет залит каток. И прорабатывается вопрос о размещении зоны отдыха, включающих каток, хоккейную площадку и сопутствующие элементы. Это в сторону легкоатлетического манежа. Этого не было раньше. Как к этому относиться? Очень положительно к этому отношусь. Считаю, что как раз зимой можно организовывать такие открытые площадки для катания на коньках. И будет очень пользоваться популярностью вот такие места. Спасибо, Фёдор Сураев. Это его особое мнение вы слушали. У микрофона сегодня работала Светлана Заньков. Всем хорошего дня. До свидания.